Казахстан Ужель Табасхандар пройдет на сцене Костанайского областного казахского театра драмы имени Омарова. Постановка расскажет историю одной обычной семьи, затрагивая тему крепких родовых уз и любви к родному языку. Спектакли по пьесам Надежды Птушкиной всегда пользуются большой популярностью у зрителей. Не стала исключением и комедия «Ужель та самая Татьяна», поставленная на сцене Карагандинского Ордена Дружбы Народов русского драматического театра имени Станиславского. Это одна из многочисленных постановок пьесы «Пока она умирала», которая любима театральными зрителями в разных странах мира. В Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Натальи Сац премьера музыкальной сказки «Али Баба» и «Разбойники». Приходите и подарите радость вашим детям от встречи с любимыми героями. Посмотреть сказку «Кужектын Кужесы» приглашает своих самых маленьких зрителей Актюбинский областной театр драмы имени Тахауи Ахтанова. На музыкальную сказку с участием ростовых кукол «Потерянный экватор» ждет своих юных зрителей Карагандинский академический театр музыкальной комедии. Это история о надвигающейся катастрофе, которая может произойти, если люди не станут добрее. Учиться помогать друг другу, любить окружающий мир, ценить каждого, кто с тобой рядом – это основные мотивы сказки. Ребят ждет встреча с новыми героями, которые оказываются в различных ситуациях из-за козней космического злодея. Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Натальи Сац порадует вас спектаклем Владимира Крылова «Справочник Сингапура». Интересный сюжет и великолепная игра актеров не оставят вас равнодушными. Уважаемые зрители, если вы поклонники мистического, поклонники чего-то необычного, то вам наверняка понравится спектакль «Справочник Сингапура». Именно этот спектакль погрузит вас в атмосферу мистики и таинственности. Приходите на спектакль «Справочник Сингапура». Павлодарский областной театр драмы имени Чехова представляет вашему вниманию спектакль «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Это одна из самых известных пьес автора, которая была написана по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Спектакль по произведению Бориса Акунина «Инь и Ян» предлагает посмотреть восточно-казахстанский областной театр драмы имени Жамбыла города Усть-Каменогорска. Это детектив, где во главе стола бравый сыщик Эраст Фандорин, которому помогает его верный слуга. Все детективные пружины в спектакле запускает древний китайский веер, оставленный в наследство некоему медику Яну Борецкому. Чем закончится эта запутанная история, узнаем вместе, посмотрев великолепный спектакль. В Государственном академическом русском театре драмы имени Лермонтова премьера спектакля «Наш городок». Бывают спектакли-праздники – драйв, экшн, эксцентрика. Есть психологические драмы, наполненные иносказаниями, парадоксами. А случаются сюжеты, казалось бы, прозрачные, как воздух, но почему-то именно они удостаиваются особого внимания критиков и публики. Маленький городок с одной главной улицей, два дома друг напротив друга, мальчик и девочка. Людям предназначено идти по жизни парами, жизнь в трех актах, будни сменяются любовью и женитьбой. Классическую оперетту «Летучая мышь» представит Карагандинский академический театр музыкальной комедии. Легкий флирт, комические ситуации и ежеминутные достойные восхищения раскаяния. На протяжении всего действия звучит прекрасный венский вальс. Приходите, вы непременно подарите себе заряд позитивных эмоций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова